Сотрудник полиции уже достаточно поздно вечером, где-то около 8 часов вечера, вот подобрал совершенно случайно дороги, вот проезжал мимо, а она сидела на дороге. Хорошо, что он ее увидел, так бы ее сбили, и ничего хорошего от этого не стало. Она даже лицо покорябала, вот так она хваталась хваткой, билась за жизнь, переживала, видно, страшно. Скорее всего, что ее держали где-то в домашних условиях, но это не без людей, крылья просто вывернутые. Если бы животные побили ее, то, естественно, были бы раны где-то. Это специально. Ну, вы знаете, люди же наслаждаются, наверное, вот так вот получают удовольствие, я думаю. Она улететь не смогла бы, потому что не на чем летать. Она уже привыкла к такой жизни. Это не то, что вот привезли, как мы вот Пеликанова привезли, там делали сложные достаточно операции, там вот эта реабилитация проходила. Она уже достаточно, больные раны уже где-то далеко глубоко внутри. Но она сегодня уже поспокойнее. Вчера она, конечно, волновалась, нервничала. Ну все, давай пойдем туда. Вот видите, а тут половина нет. Если бы животные, то, естественно, она вся была... Это вот человек, это как закрыли. Взяли вот и вывернули. Вот такая вот она, миленькая. Ну, конечно, в природе она уже не выживет. И будем мы с ней коротать долгие зимние вечера. Лебедь-шипун – это достаточно. Такая коварная птица, если вы знаете, что они в природе 700 метров никого не пускают до своего гнезда, когда гнездятся. Сейчас зимой они собираются в стаи, они более миролюбивы. Но настанет весна, естественно, придется нам где-то что-то думать, куда-то ее отдельно отселять. Вот видите, она кушает, она ухаживает за собой. Она сегодня чистила перья. Для птиц вообще это самое важное. Если она начинает ухаживать за своим пером, значит, у нее все хорошо. Вот такая вот красотка будет жить.